В воскресенье во всем мире вспоминали тех, кто погиб в дорожных авариях. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечают с 2005 года. В Новом Уренгое сотрудники экстренных служб совместно с представителями автомобильной общественности устроили автопробег. Его цель – привлечь внимание к проблеме безопасности движения и смертности на дорогах. В этом году кортеж традиционно проехал по тем местам города, где аварии унесли человеческие жизни. В Новоуренгойском храме молитвенно почтили память погибших, а также для желающих совершили освещение автомобилей. Продолжит тему Павел Прожогин. Дорожная полиция, скорая помощь, пожарные и эвакуатор. На платформе наглядный пример, как ездить не нужно. И что может случиться, если правила не соблюдать. Девиз автопробега – я выбираю жизнь. К сожалению, только шоковой терапией можно привлечь внимание автолюбителей к весьма непростой дорожной ситуации. Более сотни аварий, 14 человек погибли, около 200 травмировано. В российском масштабе ежегодно количество жертв сравнимо с последствиями стихийных бедствий и локальных конфликтов. Тем не менее, мало кто проводит параллели между статистикой и реальностью. Поэтому цель пробега – еще раз показать, насколько страшным бывают последствия от сиюминутного желания нажать педаль газа в пол. Судя по малочисленности участников кортежа, масштаб дорожной войны ясен далеко не всем. Задача активистов – достучаться до каждого водителя. В какой-то степени уже, возможно, крик души, чтобы люди обратили внимание, к чему приводит их нехватное отношение к другим участникам, также к себе. То есть посмотрели, как страдают транспортные средства, и, соответственно, у них же страдают и граждане. И хотелось бы обратить внимание всех – водителей, пешеходов, чтобы соблюдали ПДД и, соответственно, хранили свои жизни. Ленинградский, Сибирская, Магистральная и Виадук – это лишь часть улиц, которые отмечены на городской карте дорожных смертей. Здесь участники пробега едут без сирен. Это еще один призыв к водителям. Мы соблюдаем правила, и вы не нарушайте. И лишь на площади памяти, конечном пункте маршрута, жалобные звуки клаксонов разрывают тишину морозного полудня. Как скорбь об ушедших и напоминание живым участникам дорожного движения. Соблюдайте правила. Павел Прожогин, Константин Малыш, Служба новостей, «Импульс». Продолжение следует...